Всем привет! Иду с тренажерного зала, с одной стороны уставшийся, с другой стороны такой зараженный энергией и решил поснимать видео. Во-первых, у нас сегодня классная погодка. Ой, какие-то красные ягоды, что это такое интересно? Такое дерево большое. Во-первых, у нас сегодня классная погода и захотелось поделиться этой красотой. Знаете, такое действительно осеннее тепло, бабье лето, наверное, уже наступило. Ой, тут желтые листья уже падают. У нас прям такая осень, видите? А с другой стороны у меня впереди два выходных, поэтому, ну, будет что поснимать, о чем поговорить. Сегодня у меня такой более домашний будет день. Тут по району буду ходить, заниматься своими делами. Завтра с Анной собираемся погулять. Где-то в городе, поэтому тоже, думаю, там будет что поснимать интересненько. В общем, надеюсь, что влог будет интересным. Тем более, что давно уже ничего не снимал. Наверное, нужно напомнить немножко о себе. Ну, как снимал, ну, там то отпускной было, как-нибудь отпускные эти влоги были, то про раскрашивание. А такие вот именно... А простые обычные влоги уже, мне кажется, давненько было. Давненько были. Нужно обновить информацию. Люблю, конечно, такую погоду. Это вот начало осени, когда тепло. Это моя вот одна из самых любимых погод. Не люблю, когда сильно жарко. Ну, конечно, если сравнивать с холодом, большим с морозами, с жарой, то лучше уже пусть, конечно, будет жара. Но если так выбирать, то, конечно, мне больше нравится, когда вот такая погода, как сейчас, когда светит солнышко. Но присутствует, знаете, такая небольшая прохлада, вот когда комфортно. Ветерочек такой. Бабье лето, как для меня, наверное, самый такой идеальный вариант в этом плане. Вот как по мне, то вот если бы вообще все время такая была погода, ну, лето можно чуть-чуть жары, чтобы там покупаться, позагорать. А так, чтобы вот круглый год было вот так. Это вообще для меня идеально. Смотрите, какая кошка с котятами. Классные такие. Наверное, тут хорошо подкармливают, потому что они такие толстенькие, упитанные. У нас, кстати, когда-то кошка такого цвета была мраморная, он еще такой серый котенок классненький. Ктышка, пушистые такие. Класс, это возле зала моего. Вот я выхожу, тут такая идиллия, отдыхают на солнышке. У меня тут после зала еще одна разминка-бонус. Родители прислали посылку вот такую на 17 килограмм. Я вот это ее тащу. Вот. Но она не то, что прям такая тяжелая, очень неудобно, то, что ручки далеко друг от друга, и нельзя ее взять в одну руку. Поэтому я двумя руками вот так ее перед собой несу. Конечно, не очень удобно, но хорошо, что новая почта относительно близко от меня. Тут уже немного осталось, так что сейчас доторабаню. Такая вот мне еще разминочка после зала. Я уже дома, сейчас буду обедать. Смотрите, какой у меня обед аппетитненький. Это мама мне передала. Ну, гречку я сам варил и передала мясо вот такое уже приготовленное. То, что мне осталось только разогреть. И вот такая вот икра овощная, или как ее назвать. Ну, тут вот морковка, кабачки, по-моему, лук, помидоры. Ну, то есть вот такой вот набор. Я очень люблю такое блюдо, типа как овощное рагу. И сам иногда готовлю. Поэтому сейчас буду так аппетитненько кушать. Ой, горяченькое. И к чаю еще вот такой тортик. Это тоже мама передала. Какой-то новый рецепт. Это она делала его тут с манкой, с яблоками. Ну, что-то наподобие шарлотки. Но мне кажется, более плотная текстура и более такая влажная. Шарлотка более сухая. Так что после спортзала у меня был расход калорий. Надо срочно пополнять. Сижу в больнице, сделал вот прививку вторую от ковида. Сейчас нужно 10 минут посидеть. Потому что если не умру, все будет нормально. То нужно идти дальше по своим делам. Решил немножко прогуляться по парку. Здесь у нас такой вот симпатичный парк. Березки, смотрите, какие. Не очень большой, но зеленый. Олейка тоже такая симпатичная. Раньше часто тут гулял. Раньше это еще намного раньше до Ютуба. Как-то у меня не было такого большого количества увлечений. Сейчас у меня Ютуб нужно видео снимать. Ну, как бы, может, я там не так прямо их много снимаю, да? Но все равно нужно снимать и тратить на это время. Плюс раскрашивание, плюс чтение. Это все занимает. Хотя читал и раньше, конечно, но, наверное, не настолько много. И вот раньше таких увлечений у меня особо не было. Выходные я в основном проводил так, что гулял. Ну, поделал какие-то домашние дела и выходил на улицу. Еще интернета у меня, по-моему, тогда даже дома не было. Выходил на улицу, может, слушал музыку в наушниках и просто гулял, бродил по улицам здесь по району, по паркам. Мог сидеть на лавочке, там с кем-то по телефону общаться. Ну, то есть, вот так. С одной стороны, конечно, вот я вспоминаю, наверное, было даже хорошо в какой-то степени. Как-то не было такой привязанности. Как-то более свободным себя чувствовал. Ну, то есть, проснулся, да, и пошел к себе гулять. Сейчас в какой-то степени, вот я не знаю, какая-то привязанность, ответственность может быть. Ну, не то, что ответственность, больше, наверное, привязанность даже в какой-то степени. Хотя, с другой стороны, мне это и нравится, потому что, я не знаю, вот сейчас я себе представляю, вот как опять же раньше я жил. Прихожу с работы, то есть, была такая жизнь, дом, работа. Пришел с работы, там что-то, может, посмотрел по телевизору, лег спать и все. То есть, как-то вообще было неинтересно, скучно. Хоть сейчас, конечно, тоже я не могу сказать, что у меня тут прям жизнь играет красками. Но вот какой-то все равно, наверное, маленький, да, но вот смысл здесь. Ты ждешь там вечера, чтобы там продолжить читать книгу или продолжить раскрашивать, чтобы закончить этот рисунок. Или там планируешь себе какие-то видео, да, все равно там разрабатываешь себе в голове тематику, как что-то скажешь, о чем снимешь дальше. Вот. Ну, то есть, как-то что-то вот шевелится в голове. Так, я уже почти дошел сюда до конца. То есть, как-то что-то шевелится в голове и, ну, вот как-то более интересно все-таки жить. Я сейчас уже не представляю, наверное, как бы я жил вот так, как раньше, особо ничем не интересуясь. Решил немножко на лавочке посидеть. Хорошо, тут так спокойненько. Конечно, рядом вот дорога, ездят машины, то немножко шумно. А так, в целом, неплохое местечко, зеленое, там дальше березки еще какие-то есть. По поводу прививки от ковида, не помню, сказал я там, что это от ковида или нет, но вроде сказал. В общем, я не отношусь так очень сильно категорично к этой прививке. То есть, у меня нет такого, что это всенародный, да, всемирный заговор, что там хотят нам жить, какие-то чипы или что-то еще, или это водится какая-то фигня, из-за которой люди будут умирать. Ну, в общем, версий очень много для того, чтобы истребить население земли. Но я в это тоже не особо верю. Я не верю, что это так сложно все делается. Мне кажется, что если бы кто-то задумал истребить население, так это можно было бы сделать как-то намного проще. Ну, опять же, если бы просто запустить вирус и все, и не придумывать никаких вакцин к нему. Сказали бы, нет вакцины, и все, нет же там вакцина, трака, спида, еще от каких-то болезней. Все, люди болеют, умирают, да, со временем. Так же и это. Вот. Поэтому я не отношусь так категорично в этом плане, но и я не очень верю, конечно, что это что-то поможет. То есть, ну, вот как-то так, более равнодушно я к этому отношусь. Непонятно, это новая болезнь, новые эти вакцины, они все разные, и что лучше, что хуже, не ясно. Ну, как-то так получилось, что я подписывал декларацию с семейным врачом вот где-то месяц назад, и там вот делали тоже эти вакцины, но я, конечно, думал о том, чтобы сделать, не сделать, как-то сомневался, ну, в том плане чисто для себя, то есть, там, не для работы, вот как многих людей заставляют, да, на работах делать, а просто вот для себя, для здоровья, ну, бы непонятно, да, конечно, как это все отразится на здоровье, но если исходить из того, что вакцина любая делается для того, чтобы или не заразиться какой-то болезнью, или если ты уже заразился, то намного легче это перенести. То есть, я хотел сделать из этих соображений, но как-то сомневался, и в итоге, когда я подписывал декларацию с семейным врачом, была возможность сделать, но я уже так плюнул, думаю, ну, что, все равно четкого ответа никто не даст, ни сейчас, ни через месяц, ни через два, делать, не делать, а сейчас вот вроде осень, уже все говорят о том, что опять идет увеличение заболевших, ну, решил, решил, в общем, сделать месяц назад, и вот это сегодня только что сделал уже вторую дозу, через две недели, по-моему, получу вот этот паспорт вакцинации, можно будет куда-то лететь, правда, никуда не собираюсь, но все раз говорю, что делал не из-за этого, а из-за таких соображений, что может это как-то потом поможет легче перенести, если ты заболел, или может вообще не заразиться, ну, будем надеяться на лучшее, первую дозу я перенес нормально, у меня вот болела рука в этом месте, и на второй день, ну, немножко, вроде бы поднялась температура до 37, такое было, как ломка, ну, в целом, как бы все практически незаметно было, так что надеюсь, что вторую тоже нормально перенесу, ну, завтра посмотрим, завтра еще буду снимать видео, поэтому завтра вам тоже потом расскажу, как я себя чувствую. Расскажите, как у вас обстоят с этим дела, как вы вакцинируетесь, не вакцинируетесь, как вы к этому относитесь, потому что я знаю, что многих на работе заставляют, я, кстати, вот первый раз, когда вакцинировался, люди тоже делали эти прививки, которых заставляли на работе, и мне вот так интересно это все происходит, ну, допустим, я самостоятельно принял такое решение, добровольно, да, пришел, вакцинировался, а люди, которых заставляют на работе, которым ставят какие-то условия, мне кажется, это вообще неправильно, они приходят к врачу, заполняют вот этот бланк, то, что ты никаких претензий никому не имеешь, если вдруг что-то с тобой произойдет, и все, то есть все снимают с себя ответственности, на работе человека заставляют, ставят ему какие-то условия, он приходит в поликлинику, подписывая там бумагу, что никто ни при чем, если что-то он как бы всю вину берет на себя, он делает эту вакцину, и вдруг что-то как-то не так на него там повлияет, все окажутся ни при чем, и человек этот будет потом расхлебываться совсем сам, хотя изначально вообще он вроде бы даже, ну как бы не вроде бы, да, а не хотел даже ее и делать, то есть вообще, мне кажется, очень все так классно устроились с этим, вообще неправильно, мне кажется, что человек должен как-то сам принимать решение, вот этот момент, конечно, мне вообще не нравится, вот, расскажите, как у вас, что вы думаете по этому поводу. Буду еще сегодня отправлять посылку родителям, и хочу показать вам, что я передаю, ну не все, конечно, а то, что будет интересно, покажу, купил вот такой набор постельного белья в Юске, и себе купил набор, и это вот для мамы, я в основном покупаю постельное белье только в Юске, мне очень нравится качество, нравятся размеры, вот простыня, например, метр пятьдесят на два пятьдесят длиной, очень удобно, то, что она длинная, вот запихнуть куда-то под матрас, чтобы ничего не вылазило, мне очень такое нравится, и давно, вот я уже присматривал вот эти комплекты, но они были без скидки, а сейчас, вот, на них появилось хорошее предложение, хорошая скидка, и я взял два вот таких комплекта, один себе, и один маме, это фланель, ну, вот как по-нашему баечка, да, такая, но тепленькая, мягенькая, на осень, на зиму, мне кажется, очень хорошо подойдет, и расцветка тоже приятная, мне кажется, посуду еще хочу показать, вам тоже маме купил, вот такой вот комплект, чашка с блюдцем, вообще, изначально, она хотела себе чашку с блюдцем, но там уже, когда я начал выбирать, и начал показывать ей какие-то варианты, она еще захотела и тарелочку, вот такую большую, десертную, поэтому взял еще и тарелку, мне очень нравится, дизайн такой, знаете, классический, аристократичный, даже, наверное, в каком-то плане, такие мелкие, нежные, незатейливые узоры, из цветочков, красиво смотрится, это покупал, магазин называется, посудмейстер, если вот кто-то в Украине, в Киеве, может быть, знают, такие, такой магазин, ну, мне понравился, очень, такой дизайн, и чашка по объему, хорошая, 200 миллилитров, не маленькая, потому что, вот, в таких комплектах, очень часто, чашки маленькие, так, я думаю, что, с удовольствием, она будет пользоваться, таким комплектом, справился уже со своими делами, отдыхал, у меня такой приятный, романтический вечер, в компании, с книгой, читаю сейчас, Драйзера, Американская трагедия, такая толстенькая книжка, 860 страниц, но идет, в принципе, легко, уже вот, практически добираюсь, до середины, не буду рассказывать, в подробностях, посмотрите, в обзоре, уже на книжном канале, но, в целом, могу сказать, что нравится, и также, у меня тут еще, свечка, ароматическая, тоже добавляют, атмосферы, вот такая, американский производитель, Вудвиг, это у меня аромат, древесный дым, очень нравятся мне, эти свечки, во-первых, здесь у них, фитиль, сделан таким способом, что создает, эффект, горения, дров, костра, слышите, треск, треск, костра, так нравится, такой эффект, и аромат, мне тоже очень нравится, то, что эти свечки, действительно, классно пахнут, знаете, очень часто, ароматические свечки, пахнут только, вот, когда ты нюхаешь их так, там, и не в зажженном состоянии, вот эти свечки, очень классно пахнут, наполняют комнату, таким приятным ароматом, ну, конечно, если подобрать, тот запах, что вам нравится, и даже, вот, я зажигал эту свечку вечером, и на следующий день, захожу в комнату, и до сих пор, еще ощущаю, это такой, тоненький, такой аромат, конечно, не сильно, громкий, такой, тонкий, но очень приятный, у меня пару таких свечек, ну, может быть, со временем, еще что-то подкуплю, мне нравится тоже, что ароматы такие, необычные, вот, как древесный дым, например, потом у меня свечка есть с ароматом сливы, но, он так классно ощущается, вроде бы, это какая-то парфюмированная вода, потом есть ароматы кожи, ну, то есть, вот какие-то такие, интересные, необычные ароматы, нравится мне, вот такой у меня, романтический вечер, всем доброе утро, сегодня уже следующий день, пришел с тренажерного зала, хотя самочувствие у меня не очень, проснулся, как-то чувствовал себя, как побитая собака, сил нет, ломота в теле, как-то вот здесь немножко голова, не то, что побаливает, но, знаете, состояние нездорового человека, ну, думаю, может быть, после сна, хотя, конечно, я понимал, что это не просто после сна, это последствия этой прививки, думаю, может, расхожусь, пошел все-таки в зал, потому что уже был записан, посмотрю, думаю, как у меня будет самочувствие, пошел, сказал тренеру, что не сильно меня нагружать, потому что сил нет вообще, вот, немножко позанимался, понял, что все-таки с Анной мы сегодня не встретимся, поэтому перед всеми поклонниками Анны прошу прощения, сегодня ее не будет видео, решил, что все-таки нужно полежать, отдохнуть, потому что так гулять, нужно много ходить, нужно быть в хорошем настроении, а, ну, когда у тебя состояние нездорового человека, и сил нет, и настроение, если честно, не очень, хотя погода, конечно, сегодня тоже классная, и, с одной стороны, конечно, мне жалко, что не удалось погулять, потому что редко так получается, что выходные совпадают, знаете, прям, все так сложилось, и погода хорошая, и все, ну, уже так получилось, буду сегодня отдохнуть, отдыхать, читать, думаю, что это у меня получится нормально, знаете, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, буду лежать, хоть отдохну сегодня за целый день, ну, надеюсь, что все будет хорошо, потому что, в принципе, у меня после первой прививки тоже были такие симптомы, но после второй, вот в этот раз, сегодня, мне кажется, все-таки они более сильные, я, кстати, тоже слышал, что у многих людей, вот уже после второй прививки, так как-то более ярко выражены, эти все симптомы, немножко хуже состояния, тем более, у меня завтра на работу, поэтому нужно, вот как-то отлежаться и прийти немножко в чувства, так что вот такие дела, надеюсь, что все будет нормально, наверное, уже на сегодня тогда заканчиваю снимать, в общем-то, я буду кушать, читать, отдыхать, в общем-то, снимать уже нечего, хотелось мне, конечно, еще поводить вас по Киеву, но, к сожалению, в этот раз не получилось, возможно, в ближайшее время что-то получится, тем более впереди красочная, сказочная осень нас ждет, поэтому я думаю, что будет красиво и повожу вас уже по осеннему Киеву. На сегодня прощаюсь с вами, спасибо вам за внимание, просмотр, всем пока, до новых встреч!